Как тогда человеку побороть свою неуверенность в себе и перестать сомневаться в себе и в завтрашнем дне? Потому что это довольно частая проблема, учитывая из того, что вы сказали, что каждый хочет прожить свою идеальную жизнь. Он видит это все в интернете и сравнивает со своей и понимает, что она очень отличается. Из-за этого растет давление, стресс. Как с этим справиться или как перестать на это обращать внимание? Ну, несколько, скажем, с предыдущим, в таком случае, когда ты говоришь, это не следует из прошлого вопроса, а это вопрос, это просто отдельный совсем вопрос. Но неуверенность – это непонимание, опять же, своей природы. И мы боимся. Сейчас дело в чем, значит, как пример можно привести, что самое удивительное, мы чего-то хотим, да? Первое, хотеть не надо ничего, надо просто делать, просто надо жить, так как нам положено жить первое. Вот. Когда мы хотим, мы себя ограничиваем, мы себя ограничиваем на конкретной цели. Мы хотим что-то получить желаемого. А что после этого? А после этого мы не знаем. Потому что это желаемое может быть только звеньем в цепочке. А после этого, ну, ты должна знать длину этой цепочки и чем она в конце, как говорится, свет в туннеле. Пока мы идем в свет в туннеле, мы идем вот этими поворотами, туннель, мы же не видим этого. Сейчас мы дойдем до этого поворота и потом подумаем, потом пойдем направо, наряво, прямо, там, допустим, да? Ну, а потом будем думать следующий поворот. Нет, мы должны планировать все. В этом случае неуверенность служит нам очень плохую службу. Почему? Потому что мы не знаем, раз мы не уверены в этом, значит, не годится. А мы должны быть абсолютно 100% уверены. Более того, мы должны знать, что нет безвыходных ситуаций. Есть неправильное понимание ситуации, неправильная ее оценка. Ну, соответственно, и действия неправильные. Желобные задачи изначально неверны, поэтому мы зашли в тупик. А тупиками быть не должно. И как побороть, еще раз перестать себя отождествлять, то ли с целью, то ли с человеком, которым надо обязательно всеми силами этого добиться. А просто надо делать так, как нам положено делать. И не бояться получить, потому что Вселенная нам дает именно конкретно то, чего мы боимся. Поэтому мы хотим, допустим, заработать, мы консентрируемся над деньгами, на выигрыши, где-то там в казино или где-то там в интерейку, да. Одновременно мы боимся проиграть. Одновременно. Поэтому когда мы приходим в казино, мы проигрываем. Потому что мы этого боимся подсознательно. Если одна сторона медали, а не вторая сторона медали, так не надо думать ни о подойне, о втором. Надо делать просто свое дело, имею в виду нашу главную цель. Ну, примерно так.